всем здравствуйте 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 сегодня у нас с вами тоже тема про моделирование и яркий маникюр мы с вами будем сегодня делать маникюр в стиле амбре всем здравствуйте кто присоединяется маникюр в стиле амбре почему в стиле амбре потому что мы как всегда будем с вами моделировать в этот раз мы сделаем коррекцию наручных ногтей здравствуйте вот и в архитектуру уже зашьем с вами как раз плавную растяжку гель лаками я уже показывала как мы делаем растяжку под гели да и гелями цветными мы тоже работали мастер-классы есть в аккаунтах вот сегодня мы как раз поработаем именно гель лаками цветными под архитектуру тоже получается очень красивые плавные переходы вот и там есть некоторые нюансы с которыми нужно ознакомиться чтобы у вас архитектура получилась крепкая и носибельная как раз этим мы с вами сегодня и займемся вот так давайте я представлюсь пока присоединяются может быть кто-то впервые меня видит меня зовут юлия бабушкина я инструктор по маникюру и моделированию ногтей в городе воронеж действующий мастер и творческий партнер компании эми так и сегодняшняя тема у нас маникюр стиль амбре здравствуйте здравствуйте так ну что же я в конце эфира вам покажу ручку свою пока только один пальчик подготовила но здесь разные варианты экспериментировала на каком-то мастер-класс снимала где-то там вариант вы уже видели в аккаунте вот посмотрим с вами на разберем очень приятно наталья разберем как я это делала и сегодня покажу тоже очень нежный переход такие переходы они делаются очень легко быстро намного быстрее чем нежели мы будем с вами два цветных гель-лака растягивать поэтапно несколько просушек да здесь нам понадобится всего лишь одна просушка и сверху мы уже делаем архитектуру и закрываем недостатки нашей растяжки как раз гелями вот это и называется маникюр в стиле амбре так ну что я тогда переворачиваю камеру и будем с вами уже разбирать дальше эту тему на примерах я уже подготовила пальчик здесь у нас наращивание на предыдущем эфире мы делали вот поэтому в принципе так я постараюсь наталья записью сделать я думаю что все получится поэтому не переживайте пересмотрите потом если здесь не пересмотрите то в соцсети в другой будет через два часа тоже самый эфир то же самое буду показывать там записи сохранится может и там посмотреть вот так что не волнуйтесь здравствуйте смотрите у нас сегодня будет с вами коррекция нарощенных ногтей потому что ноготок у меня нарощены что я здесь сделала я сняла верхнюю архитектуру до тонкой подложки сделала маникюр то есть в своей технике делайте маникюр если у вас натуральный ноготь и вам нужно его поднять например клюющий подправить ну стеночки скрутились там да то есть сделать какое-то исправление архитектуры то вы сначала делаете исправление архитектуры то есть маникюр подготовку исправление архитектуры а потом уже на исправленную архитектуру но без апекса которая да то есть плоская мы здесь край с вами подняли скрученные выправили все первая половина ногтя на ложе у нас материала минимум всегда минимум вот и тогда на исправленную архитектуру мы с вами уже можем делать растяжку и апексом как раз доделывать плавность цветового перехода вот если у вас нарощенные ногти как у на как у меня допустим до клиент пришел после наращивания то мы просто снимаем все до тонкой подложки а стараемся оставить вот здесь материал вот то есть у кутикулы там понятное дело не так тонкий там можно все снять ну как бы как у вас получается там до от слойки убрать если есть вот но зона стресса и кончик старайтесь оставлять материал чтобы ноготочек получился крепкий вот еще момент смотрите если например так получилось что вы практически все здесь сняли у вас остался только свободный край я тогда вам советую на подготовленную ногтевую пластину протянуть все таки гель который мы будем делать потом оставшуюся архитектуру для чего для того чтобы у нас боковые линии тоже были заполнены и дело в том что когда мы сделаем с вами цветную растяжку а потом сверху перекроем гелем он ляжет у нас в основном в апексе и нужен он нам там в основном да на кончике будет по минимуму у кутикулы будет по минимуму и так как мы перевернем его с центруем чтобы он у нас в апексе по большей части собрался да то боковые будут оголенные вот тоже такой момент как бы тоже это учитывайте но сейчас я вам все покажу вот смотрите я уже сделала маникюр кутикулу как таковую я практически никогда себе не убираю вот то есть ну очень очень редко в основном кутикулу ремувером работаю вот то есть вот такой аккуратней аккуратненький кантик кутикула я ношу ну клиентам конечно же делаю полноценный маникюр себе я люблю вот так вот сильно она у меня не растет она очень тоненькая аккуратненькая поэтому ее я здесь не убирала но подготовку сделала что я сделал я сделал маникюр в своей технике и ноготь у меня готов уже к обработке я его сейчас дополнительно еще обезжириваю хорошо прохожусь под кутикулой так дальше мне нужен будет nail prep это дегидратор с гелевой системы он обязателен если допустим у нас клиент пользовался кремами лосьонами да сейчас лето и многие также защитой да солнце пользуются лосьонами если в зимний период не так это распространена то сейчас есть такие моменты nail prep он очень хорошо вытягивает эту влагу но и косметические средства дальше так секундочку пылинка у меня тут попала какая-то дальше наносим ультрабонд ультрабонд это наша двухсторонний скотч наша сцепка тоже с гелевой технологии я рекомендую использовать очень аккуратно смотрите я не давлю на кисти она у меня в принципе прокрасила все хорошо сильно даже не разъединилась есть такой момент потому что они жесткие почему жесткие я думаю это связано с тем что ультрабонд может как бы распушить кисть да поэтому кисть в ультрабонте жесткая поэтому она при нажиме сильно раздваивается мой вам совет просто не нажимайте прекрасно распределяется и так и момент на всех эфирах я рассказываю и сейчас тоже обязательно вам повторю кто-то уже слышал кто-то впервые об этом узнать смотрите ультрабонд должен быть обязательно свежим то есть как только у вас ультрабонд начинает заканчиваться доброе утро наталья вот он становится очень жирный жирно он может становиться из-за того что например пыль попадает например вы можете пользоваться ультрабондом и на дизайны и на ноготочки от дизайнов тоже он очень сильно густеет и на воздухе если оставляете его открытым долго тоже способствует загустеванию этого препарата поэтому смотрите чем отличается свежий от старенького ультрабонда который на ногти пользоваться ну как бы им уже нельзя так на перчатки сейчас наношу смотрите здравствуйте ирина это старый жирный ультрабонд видите он уже не впитается он уже не высохнет и он вот такими кратерами пошел вот если у вас препарат идет такими кратерами да на ногти его использовать уже нельзя потому что дальше следующий слой он будет точно также расходиться и будет давать отслойки свежий ультрабонд обязательно об край бутылочки мы вытираем наношу рядышком и смотрите какая разница то есть легкий сатиновый блеск вот такой должен быть ультрабонд который мы используем на ногти тогда у нас будет препарат работать так как нужно да то есть он будет давать цепку а не отслойку вот старый ультрабонд мы используем на подкрепление втирки на закрепление слайдеров он туда прекрасно подходит создает липкость и у нас эти дизайны не скалываются вот бутылочку горлышко тоже обязательно протирать после каждого использования потому что там как раз тоже скапливается вот эта липкость которая потом попадает в бутылочку и он быстрее загустевать так с этим моментом разобрались на ноготочек я его уже нанесла сохнет он на воздухе буквально 30 секунд очек вот 30 секунд чек ну там минуточка кому как ну в основном мы работаем с вами конвейером поэтому когда мы доходим до 10 пальчика у нас на первой руке 1 мы можем уже покрывать дальше идет база база вариант может быть гелевый супербонд гель чаще всего именно им я пользуюсь или баз гель гель лаковая база этот этот вариант будет прекрасно держать я просто разграничиваю как бы методы нанесения таким образом если у нас нормальная ногтевая пластина здесь без разницы какой есть такое можно нанести да просто этот чуть-чуть гуще это чуть-чуть жиже под супербонд мы наносим с вами ультрабонд обязательно под баз гель не обязательно потому что гель лаковый баз цепка с ногтем и так идет более сильная но здесь нужно понимать что вас гель это пористый материал все-таки если мы будем разговаривать о кислотности здесь чуть больше ее чем в супербонде то есть в гелевых продуктах в принципе всегда ее меньше но и в том и в том продукте она в норме то есть за скажем так здоровье ногтей можно не переживать здесь оба препарата хорошие безопасные и компания не будут нарушать целостность ногтевой пластины вот если у нас ногтевая пластина сухая возрастная я буду ставить супербонд гель если у меня влажная кожа на руках или тонкая очень кутикула и видно что ногтевая пластина тоже имеет склонность к гипергидрозу то я буду использовать баз гель вот на нормальные ногти и тот и тот вариант какой у вас есть да вот на молодые ручки подростков или с гипергидрозом девушки баз гель потому что пористый да он немножко будет задерживать влагу если возрастные руки и сухая ногтевая пластина ломкая то супербонд гель вот как бы вот так на нормальные тут и тут подходит препарат я буду пользоваться супербонд гель я для себя уже давно его выбрала поэтому всегда пользуюсь именно им вот наносим очень близко к кутикуле средний обычный слой хорошо прорабатываем боковые стороны потому что часто бывают вот замечают за учениками что не докрашивают боковые линии и там потом идут от слойки это тоже очень важно то есть не торопитесь наносите по одному пальчику очень внимательно потому что это нам как раз поможет избежать от слоек база всегда кладется близко к кутикуле гель наоборот с отступом под кутикулу мы можем заводить только цвет так хорошо дальше я в этот раз хочу сделать переход вот вот такой от голубого к розовому это коллекция бирту в пассаж очень удачная коллекция мы ее очень часто используем она подходит очень к летнему сезону очень хорошо яркие но в том же как в тот же момент еще и очень сдержанные цвета вот поэтому очень красивые получаются перетяжки растяжки до с ними вот так что будем использовать вот эти цвета с вами у нас в аккаунте есть очень красивый мастер-класс он с неоновыми цветами я делала тоже на наращивание посмотрите очень легко быстро делается там растяжка вообще молниеносно делается и есть еще гелями тоже кстати в нельзя грамме есть под последним постом с растяжками гелем очень красивый дизайн и там есть конкурс поэтому поучаствуйте обязательно нужно выставить в stories любой любимый ваш дизайн выполненный на материалах эми отметить в нельзя грамме аккаунт эми офишал форт и поучаствовать в конкурсе розыгрыш будете условия там почитаете розыгрыш будет проходить в telegram канале вот и каждую неделю будет выбираться скажем так лидер конце месяца будет выбираться уже основной победитель так ну все про конкурс я вам рассказала обязательно поучаствуйте он очень легко как ним очень легко поучаствовать в нем и это будет тоже кстати как плюс вам потому что на аккаунте то есть на stories до эми офишал ворд вас а тоже отметят вот и а вас тоже узнают больше людей плюс как приятный бонус вы можете выиграть какой-то красивый гель у нас их очень много так ну что давайте дальше смотрите я буду эту растяжку комбинировать с софт роз гель вот сюда очень хорошо подойдет вот такой вот розовый молочно-розовый оттенок очень хорошо как раз он нам границу перекроет вот можно пользоваться например milk white это если у вас например и растяжка я сейчас вам дам подсказку могу открыть вот смотрите он вот такой молочный не плотный оттенок белого цвета без подтона он очень хорошо подойдет если вы будете растяжку делать например от голубого к фиолетовому то есть холодные цвета да вот очень очень близкие цвета какие то вот если мы будем использовать там где розовые есть то я тогда советую все-таки перетяжку делать софт роз потом комбинировать с этим гелем смотрите что я сейчас сделаю вот как раз для того чтобы у меня вот здесь вот по боковым линиям ноготь был тоже крепкий тонкий слой этого геля я сейчас нанесу можно отступить от кутикулы здесь нам важно на самом деле только боковые линии в конце я этот момент еще тоже проговорю а посередине я прям вот уберу материал мне здесь не нужен и посушу для чего я это сделала для того чтобы когда мы будем с вами уже декорировать нашу растяжку цветную гелем в основном весь объем пойдет в апекс и боковые линии могут быть слегка оголенные и чтобы у нас не пошло там сколов я сейчас продублировала до боковые линии этим же гелем чтобы создать толщину ребер чтобы было у нас все крепко дальше я буду использовать два гель-лака тема у нас сегодня маникюр в стиле амбре делаю я коррекцию нарощенного ноготка повторюсь для тех кто только что присоединился что я сделала я за кадром уже подготовила ноготь то есть сняла верхнее покрытие оставила тонкую подложку нарощенного ноготка если у вас есть отслойки тоже на этом этапе убираем делаем подготовку натуральная пластина то есть маникюр в вашем стиле да то есть в вашей технике и нанесла препараты nail prep ultra bond и гелевую базу супер бонд гель это подготовка до подготовили дальше я нанесла гель софт роз софт пинк роз для того чтобы подкрепить боковые линии дальше я беру два цветных гель-лака который мы будем с вами делать как раз растяжку здесь мне понадобится кисть как всегда овал номер 4 и еще две кисти это линярка и любая кисточка которую вам не жалко которая вот такая слегка распушенная можно и для амбре использовать но для быстрого смешивания нам достаточно вот какой-то такой кисточки старенькой вот что делаем берем первый цвет здесь нужно еще понимать плотность цвета обязательно они должны во-первых в принципе хорошо подходить друг другу так же как и в обычном амбре вот и по плотности тоже примерно должны быть одинаковые для того чтобы быстро хорошо их смешать понятное дело что мы с вами границу заретушируем гелем цветным но все-таки смешиваться они должны хорошо чуть-чуть ставлю и прокрашиваю сейчас близко к кутикуле цвет такой немножечко персиково-розовый я даже бы сказала чуть-чуть потом докрасим линярочкой то есть не сильно прям вглубь идем чуть-чуть докрасим если нужно будет так и теперь просто кистью из флакона я прокрашиваю серединочку до серединочки ногтя смотрите растяжка у нас с вами должна быть смешиваться да где-то примерно там где будет апекс это очень важно тогда гель у нас очень хорошо заретуширует зону смешивания чуть-чуть потолще даже возьму если у вас лампа хорошая мощно то слой берем чуть потолще так и теперь беру голубой коллекцию я использую сейчас скажу бирдов пассаж очень удачная коллекция очень красивые плотные цвета так и просто наношу стык второй слой теперь смотрите вот эти цвета они все-таки ну контрастные да и смешиваться они будут скажем так не так легко нежели если это был бы например но близкие цвета там фиолетовый с голубым поэтому мы это сделаем за один раз без прокрашивания но подготовили сразу себе салфеточку в которую будем вытирать кисть и начинаем смешивать прям сначала не очень аккуратно вот таким способом не вытираем а прям вот подсмешиваем цвета это быстрый способ сделать амбре вытираем кисть и и еще раз то есть нам не нужно добиваться здесь идеального смешивания в несколько этапов с просушками до легонечко легонечко работаем с вами мы сделаем это за один раз движение ну примерно такие же как и в обычном амбре да то есть мы тянем такую небольшую волну но тем не менее мы не добиваемся идеального результата нам этого не нужно берем кисточку тоненькую подтягиваем материал к свободному краю дополняем боковые линии если где-то здесь что-то у нас не нравится и сейчас я возьму еще немножечко розового и подкрашу зону кутикулы здесь цвет уже должен быть прям плотный хороший так все стара путаю вот здесь если где-то что-то потекло чуть-чуть до убираем палочкой у меня конечно же есть тут такой момент потому что валики у меня здесь присутствует достаточно объемные сейчас я салфеточку вот так сделаю и салфеточкой плоду беру то что мне здесь мешает все и кладем в лампу кладем с вами в лампу просушиваем хорошо и дальше мы уже будем работать с вами гелем то есть видите я не делала супер-пупер какой-то какую-то растяжку ну не смешивала прям очень сильно до тем как раз я и сэкономила время то есть мы получается с вами амбре зашиваем в архитектуру ногтям так теперь берем опять кисть овал номер четыре наносим с вами гель мокрый пол делаем то же самое что мы в обычном моделировании делаем тоже хорошо прокрашиваем и боковые части ногтя до слой такой ну средненький чтобы по нему хорошо очень распределялась капелька теперь берем капельку и уже моделируем архитектуру использую я здесь гель soft rose и начинаю распределять гель он такой слегка полупрозрачный поэтому у нас сверху и оттенок нашего нежного персиковый 468 останется вот но при этом будет плавненькая растяжка к кончику тоже видео лёгкими движениями убираю лишнее если слишком много теперь нужно перевернуть переворачиваем ноготочки сейчас центрую даже без камеры это сделать потому что очень низко не видно наша задача с вами сейчас отогнать от кончика материал в апекс и не следим чтобы у нас возле кутикулы тоже не было лишнего материала то есть это вот так будет выглядеть с вами и я пока это посушу смотрите мы сейчас делаем этот дизайн на наручный ноготочек да то есть у нас идеальная здесь архитектура уже под ложечка все и практически мы без опила это сделаем может быть чуть-чуть сверху можно пошлифовать если где-то что-то вам не нравится если у вас идет допустим натуральный ноготь и он требует исправления архитектуры например он клюющий какой-то да вот либо скрученные стеночки так еще чуть-чуть просушу то тогда сначала вам нужно выполнить исправление архитектуры но без апекса то есть ноготочек должен быть плоский мы делаем под поднятие свободного края либо докладываем скрученные хорошо сушим опиливаем чтобы у нас получилось идеальная архитектура идеальная подложка да вот и потом на эту идеальную подложку мы уже начинаем с вами выполнять цветное покрытие в данном случае я взяла вот эти два цвета из коллекция биртов пассаж 468 и 473 вот и после просушки уже цветного амбре не очень хорошо мы его смешиваем прямо по быстренькому да мы уже потом декорируем с вами цветным гелем либо молочным в каком случае цветной в каком молочный цветной если у нас присутствуют какие-то розовые оттенки до молочка очень хорошо задекорирует если у нас холодный будет переход 473 470 4 вот эти два цвета будут хорошо смешиваться тоже очень классно смешиваются два цвета неоновых из новой коллекции неоновый мастер-класс у нас есть тоже на эту тему в аккаунтах так посушили растяжки также можно делать примерно такой стилизации сейчас обезжириваю и немножко попилим с вами все-таки и просто цветными гелями так что я делаю немножечко я попилю форму чуть-чуть совсем придам так сказать четкость форме все равно у нас цвет немножечко вот здесь вот да подпрыгнул как раз мы это уберем с вами дальше боковые линии немножко немножко понимаем что здесь достаточно тоненько да и чтобы цвет не повредить мы чуть-чуть это сделаем просто уберем здесь такие легкую припухлость потому что следим все равно за параллелями от синус до свободного края ровные линии должны у нас идти при виде сверху до никакого объема здесь по бокам не должно быть мы за этим следим с вами поэтому немножечко я здесь тоже вот сейчас попилю очень тонко было очень тонко поэтому нет даже чуть-чуть цвет снесла так что будьте аккуратны и будьте аккуратными я уже здесь немножечко наделала делов вот можно было конечно не трогать и не опиливать но вот мой перфекционизм меня в этот раз погубил шлифую просто шлифую сверху если уж у нас что-то здесь пошло не так да вот здесь вот как у меня ничего страшного сейчас мы это все доделаем это лишнее напоминание нам о том что убираем перфекционист то своего внутреннего и не трогаем там где не надо что я сейчас делаю если вдруг у меня что-то такое получилось я просто смешаю сейчас два цвета да как раз мы с вами посмотрим что делать если что-то пошло не так смешиваем два цвета и я просто вот здесь вот чуть-чуть докрашиваю ничего страшного ну ты все сушим так сейчас мы с вами покроем любым топом можно это сделать но я это сделаю теклосом потому что я хочу еще сделать в тирочку вот показать как будет красиво смотреться стиркой смотрите в тирку можно делать абсолютно разную то есть можно придать нашему амбре так скажем до дополнительный оттенок например слегка голубоватый можно желтизны добавить еще разовинки но я кстати не советую розовый с розовым уже и так чересчур интереснее будет смотреться да но я хочу обратить ваше внимание сегодня на тирку вот такую вот она такая ну как бы шелковая как будет красиво смотреться именно с ней так сейчас наносим с вами топ любой топ без липкости какой у вас есть да на на которой вы теряете в тирку у нас это теклос хорошо прорабатываем как раз сейчас я посушу и мы с вами посмотрим какая растяжка у нас получилось можно это оставить и так но у нас время еще есть поэтому я еще сделаю и в тирочку главное чтобы у нас не было никаких каких-нибудь знаете там пылинок не попало так сушу и на горячий топ мы будем с вами втирать в тирочку подсушим прям ну не меньше 30 секунд это точно чтобы хорошо втиралась одной рукой неудобно открывать ладно подожду втирать можно спонжем можно просто перчаткой вот смотрите быстренько показываю какая у нас с вами растяжка получилось плавный переход до его практически не видно вот то есть если мы с вами подобрали очень хорошо цвета которые плотные хорошо смешиваются то нам достаточно просто вот такую скажем не на не начисто сделать растяжку потом задекорировать гелем вот то что у нас с вами получилось и сейчас мы с вами в отрем втирочку я прям пальчиком это сделаю потому что спонжика у меня нет можно какую-то цветную зеркальную какую угодно но мне сегодня очень хотелось вам показать именно вот эту втирку такой шелковый эффект она дает смотрите как красиво все закрываем отправляем досушивать чуть-чуть буквально десять секундочек потом нам нужно будет с вами пройтись по свободному краю для того чтобы втирку убрать по свободному краю и как раз нам нужен будет ультрабонд наш старенький то чтобы создать липкость чтобы она не скалывалась так прохожусь по свободному краю можно баффиком как удобно стряхиваю дальше беру ультрабонд тот который мы уже не используем на ногтевую пластину и прокрашиваю кончик и торец этого достаточно смотрите вообще дальше у нас идет закрепляющий слой топа и потом еще один топ то есть если вы знаете что у вас клиенты плохо носят втирку то я рекомендую тогда нанести тот же самый тег со сверху уже любой другой топ но я зная своих клиентов некоторым сразу наношу топ прайм то есть тут как бы смотрите сами если сомневаетесь два слоя топа но обязательно подкрепляем втирку я же нанесу сразу топ вправе напомню вам про конкурс который приход проходит у нас сегодня до конца месяца будет длиться нельзя грамме под мастер-классом очень красивый мастер-класс там гелями растяжка вот посмотрите поучаствуйте призом будет красивый гель любой на ваш выбор участвуйте отмечайте ими офису ворд в stories с красивыми работами которые выполнены на материалах ими вот с дизайном до с любимым дизайном и вас отметят выставить stories и плюс вы участвуете в конкурсе так посушили посушили даже можно еще пока немножко досушить и сейчас обезжаю ноготочек сниму перчатку и покажу еще несколько вариантов которые я делала там есть очень удачный вариант есть не очень удачный мы сейчас все с вами посмотрим такой у меня эксперимент тоже был ну и вам покажу обязательно так все хватит сушить снимаю перчатку вытираю сейчас как нежно как красиво получилось посмотрите какой нежный шелковый перелив и очень нежная растяжка причем мы не потратили много времени я не очень люблю делать амбре вернее раньше не любила его делать как раз за счет того что скажем так это очень долго было да вот соответственно как бы я не очень бралась за это но потом когда поняла что можно во первых делать растяжки гелями цветными это очень удобно во во вторых можно использовать те же гель-лаки но под гели и это будет намного быстрее да сейчас пока нанесу на свою сухую кожу флюид да чтобы вам все красиво было вот то поняла что это очень очень даже быстро очень красиво получается потому что клиенты все равно просят нас сейчас какие дизайны очень востребованы в основном до в моделировании это french и амбре вот никуда без этого надо уметь делать вот смотрите то что мы сейчас с вами на эфире сделали да вот то что я говорила это с новой коллекцией наших цветов неоновых здесь фиолетовый и голубой здесь без втирки без ничего просто под молочным гелем под milk white вот очень легко смешивается еще быстрее еще круче делается чем вот этот переход здесь у нас оранжевый и розовый под мелком и здесь я втирочку втирала ну здесь как раз розовая втирка да вот но слабоват переход получился не такой контрастный и делала прям совсем контрастный переход уже под подросло да с желтым но это прямо на любителя честно говоря здесь тоже молочный гель сверху и розовая втирочка вот то есть вот такие варианты можно делать быстро быстрее чем нежели мы с вами будем все это делать в несколько этапов с просушкой да вот легкие летние амбрышки у нас получаются спасибо большое что были сегодня со мной на эфире если не посмотрели то посмотрите в записи я надеюсь да вот участвуйте в конкурсе у нас на аккаунте ими офиса вот нельзя грамме почитайте там под последним постом с мастер-классом с красивым условием все хорошие вам рабочие недели вот и хороших выходных